Семья Доброе утро, дорогая церковь Мы начинаем наше собрание Естественно с молитвы Потому что для меня молитва это в первую очередь Признание того, что я не центр вселенной Потому что когда мы славим Бога Когда мы благодарим Его Мы признаем, что кто-то есть выше, чем мы Кто-то есть величественнее, чем мы И также мы признаем, что мы слабые Потому что когда мы что-то просим Когда мы молимся Ему, чтобы Он где-то ответил Где-то помог Мы признаем то, что не все под нашим контролем Мы не все можем решить И мы приходим, естественно, к нашему папочке Давайте вспомним Какой для нас наш Бог Он великий, Он чудный Может быть, Он для тебя сейчас спаситель Может быть, хранитель Может быть, устроитель Славь Его церковь Славь Его сейчас Благодари Его Папочка, слава тебе Иисус Ты чудный, ты великий Господь наш Мы приносим тебе эту хвалу, Господь Хвалу наших уст, хвалу наших рук Ну, каплесканье, Господь Все для тебя чудный связь Все для тебя, папочка Ты великий, ты удивительный Нет тебе подобного, Господь Мы благодарим за спасение, которое ты подарил нам Кто бы мог нам подарить Его, как не ты Мы благодарим за новую, прекрасную жизнь вместе с тобою Мы благодарим и славим тебя за церковь твою, Иисус За возможность быть в ней За возможность служить тебе, Иисус Мы благодарим за твое сердце, Господь За твою безусловную любовь к каждому из нас, папочка Слава тебе, честь тебе, Господь Вся хвала только тебе, Богу нашему Который умер и воскрес за нас Спасибо тебе, Иисус Спасибо, Господь, за то, что ты верный Бог И верно слово твое, которое ты произносишь для церкви твоей Слава тебе, Богу нашему Слава тебе, Богу нашему Нет, как ты Наш Бог великий, Бог всемогущий Мы не выше всего, что дышит Наш Бог делите все в Его силы Наш Бог Наш Бог Нет, как ты Нет, как ты Наш Бог великий, Бог всемогущий Наш Бог великий, Бог всемогущий Наш Бог Наш Бог И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может вложить И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может вложить Наш Бог великий, Бог всемогущий Наш Бог И если Бог великий, Бог всемогущий Наш Бог Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо тебе, Господь Бог. На самом деле мы будем вновь и вновь прославлять Твое имя. Ибо Ты, Господь, достоин. Ты достоин прославления, Ты достоин поклонения. Ты достоин, Господь, Бог хвалит из наших сердец. Ты достоин славословия. Ты достоин Божьей благодарности и благодарения, Господь. Спасибо тебе, любящий Бог. Спасибо тебе, наш Господь. Спасибо тебе, Иисус. Ты не только наш Господь, Ты наш Спаситель. Ты наш Искупитель. Ты оправдал нас. Ты помиловал нас. Ты тот, который умирал на кресте и страдал вместо нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Я молюсь за Церковь Твою, за каждого человека, Господь. Пусть наши сердца сегодня будут открытыми, Господь. Принятие Твоего Слова. Да, Господь. Именно от Твоего Слова, Господь, мы возрастаем, Божий, ко спасению. Мы возрастаем, Господь, в нашей вере. Спасибо тебе, что Твое Слово, оно живо и действенно. Твое Слово живо и действенно. В Твоем Слове есть жизнь. Спасибо тебе. Пусть эта жизнь, Боже, пусть эта жизнь приходит в нашу жизнь и меняет нашу жизнь, меняет наше мышление, трансформирует нас. Жизнь, которая в Слове, пусть оно, Господь Божий, приходит в нас. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим. И поклоняемся Тебе. Аллилуйя. 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 Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Мы с вами начали очень такой цикл, очень важный. Мы начали говорить с вами о церкви. И мы начали с вами рассматривать первую церковь. Мы с вами рассматриваем именно первую церковь. На самом деле, знаете, это именно образец. Если мы хотим знать, как жила церковь, если мы хотим знать, что нужно в церкви, если мы хотим знать, как должна жить в церкви, и как мы должны между собой взаимодействовать или жить, нам нужно вернуться в Деяние апостолов. Нет ничего нового под солнцем. Уже было. Мы видим пример. Есть пример Деяния. Мы не будем, как сказать, снова, знаете, велосипед изобретать. Но мы будем следовать тому образу, который уже у нас есть. Это Деяние апостолов. И мы с вами говорили в прошлый раз, если вы помните. Самый первый день я обращал внимание, что ученики, они были единодушны вместе. Я просто обращал внимание, что когда люди, они вместе, это есть почва к тому, чтобы Дух Святой, Он начал действовать. Сверхъестественным образом. Я говорил, что ученики, они были вместе. И внезапно начали происходить сверхъестественное. И они начали говорить на языках, как Дух давал им развившивать. И я также показал именно на примере Вавилонской башни. То, что является единством, что люди, которые действуют вместе, они достигают цели. Цели могут быть плохие или хорошие. Но сам фактор, что они вместе сплочены вокруг одной идеи, они могут достигать цели. И Бог обратил внимание. И Бог обратил внимание этих людей. Он обратил внимание на этих людей наоборот. И Он сказал, нет, я пойду, я посмотрю. И Он пришел, потому что эти люди, они были вместе. Он сказал, если эти люди такие, если они дальше так пойдут, они достигнут цели. И второй, в прошлую субботу, о чем мы говорили с вами. Я обращал внимание на то, когда ученики уже Петр. Написано, что с остальными апостолами Петр встал и один с ними вместе. Он начал говорить Слово Божие. Я показал, что на самом деле тем, которым он говорил Слово в тот день, это не были люди, которые очень были далеки от Бога. Нет. Эти люди, это были набожные люди. То есть люди, которые так или иначе имели отношение к Богу. Это были евреи, которые пришли на поклонение. Это не были люди, которые о Боге ничего общего не имели. Нет, наоборот. Они имели понимание Бога. Они имели какое-то представление о Боге. И когда апостол Петр встал, он начал говорить им Слово Божие. И он начал проповедовать им Слово, начиная из Ветхого Завета, то есть из пяти книжек. История изредского народа, откуда Бог взял их. И он показал, что Бог вас взял оттуда и привез. И смотрите, столько вы жили, столько были, столько пророки говорили. Он цитирует им, пророк Иаиле. Значит, аудитория, которая слышала его, знала, кто такой Иаил. Он говорит им о Давиде. И он говорит о Давиде, как о праотце. То есть он показывает, что Давид это наш отец. Но даже Давид, он пророчески говорил об Иисусе Христе. И цель Петра, это показать этим людям, что того Бога, которому они молятся, которому они служат, на самом деле явил себя в лице Иисуса Христа. Вот цель проповеди Петра. Он вышел и он говорил, послушайте, наш праотец Давид, он говорил о нем. И он привел к тому, что он говорит теперь. Этот Иисус, которого вы видели, которого распяли, он и есть Господь. Он и есть Мессия. Вот цель его проповеди. И эти люди, написано, они услышали это, они умилили сердцами своими. И они сказали, теперь что нам делают мужи и братья? Заметьте, я обращаю ваше внимание, что Петр не говорил им о грехе. Петр не говорил им, что это нельзя делать. Или того нельзя делать. Почему? Потому что эти люди, они уже знали об этом. Это нам с вами проповеди, что грехи неужели покаяться, потому что грешники и так далее. Они уже имели понятие греха. Почему? Потому что они знали закон. Есть грех, потому что есть закон. На фоне закона грех выражается, показывается. Поэтому эти люди, они уже знали, что такое грех. И Петр им не говорит, что вы грешники. Он говорит, что нет, потому что цель его была показать, что Иисус Христос, который только несколько времени назад распялись здесь, именно Он и есть того мессии, который вы ожидаете. И Петр говорил это людям. И они сказали, что же нам делать? Что же теперь делать? Поэтому иногда, знаете, человек, который уже с Богом давно, человек, который уже ходит с Богом, послушайте, на самом деле мы уже знаем, что такое грех. Когда нам говорят о грехе, не потому что мы не знаем. Мы уже и так знаем. Нам нужно просто прикосновение Духа Святого, чтобы наши сердца, они почувствовали, что это неправильно. Каждый, если мы уже год-два в церкви, или христианин, мы уже понимаем, что такое грех. Но нам нужен Дух Святой. Потому что когда он касается тебя, ты тогда понимаешь, что здесь что-то не то. Здесь правильно, здесь неправильно. И эти люди, которые уже были набожными, которые знали много, которые знали закон, которые пришли на поклонение, они сказали, что нам делать? Я уже показал, что на самом деле в то время, эти люди, они издалека приехали, или пришли, кто как добирался. Они были в рассеянии по всему миру, евреи, со всех концов. Почему они приехали в Иерусалим? На поклонение. Потому что это был закон. Есть три основных праздника у иудеев, где они должны были явиться в храм обязательно, весь мужской пол. Давайте мы с вами откроем второзаконие, 16.16. Книга второзакония, 16.16. Если у вас в своей Библии есть, откройте. Смотрите, написано здесь. Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицом Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он в праздник опресников, в праздник седмиц или пятидесятницы, и в праздник кушей. И никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. То есть было три основных праздника, три праздника были, которые евреи, они должны явиться в храм. Где? Не в любом месте, в том месте, которое избрал Господь. И тот раз я говорил, что они издалека приезжали. Некоторые привозили с собой, как называется это, жертвы. Некоторые приходили прямо в храм и покупали. И помню, когда там был такой бизнес, уже в храме было, там продавались. То есть некоторые приходили, чтобы издалека не привезти, приходили на место, на место покупали и давали жертву. То есть я показываю, что евреи, они приходили вместе, на место поклонения, на эти праздники обязательно. Я говорю так же, что так как эти праздники были очень рядом расположены, иногда человек приезжал на первый праздник, он уже не возвращался. А смысл? Это же не то, что сегодня самолет есть, купил, самолет полетел, опять, не, они, это путь, это длинный путь. И это было неделями людей, как просто добирались. поэтому смысла не было возвращаться. Некоторые уже оставались на все эти три праздники. Они оставались там и жили там. И эти люди, они услышали Слово Божие и умилились сердцами своими и сказали, что нам делать мужи и братья? Петр говорит им, покайтесь и докрестимся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получили себе дар Святого Духа. Слово первый стих. Итак, охотно принявшие Слово его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Амин. Амин. Но сороковой стих здесь написано. Также ученики говорили им другими многими словами. Спасайтесь от рода этого развращенного. То есть нужно было, чтобы они спасли от этого рода. А какого рода развращенного? Мы же Божий народ. О ком ты говоришь? Петр говорит им, спасайтесь. Поэтому роль спасения они спаслись от этого рода и Бог и написано, что и тот день они спаслись и присоединились к церкви. Понимаете, что есть? То есть они спаслись для того, чтобы присоединиться к церкви. Не просто спаслись, чтобы потом оставаться так просто без, никуда нет. Я верю во Вселенскую Церковь. Я верю также в поместные церкви. Есть Вселенская Церковь, это все церкви, которые есть. Есть поместные церкви, это такие церкви, разные церкви, которые есть. Но мы все составляем Вселенскую Церковь. Но человек должен быть в церкви. Поэтому спасение для того, чтобы присоединиться к церкви. Но не наоборот, но никак, просто так, что я спасен, теперь я просто живу. Так не бывает. Вернее, так не должно быть. Бывает в наши дни. Мы видим, но так не должно быть. Это будет правильно сказано. Так не должно быть. И написано здесь, что и они, софта Российской, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. Итак, они постоянно пребывали в учении апостолов. Эти три тысячи человек, которые покаялись, там еще, в той комнате было еще много людей. Теперь они начали вместе собираться, пребывать в учении апостолов. Мы с вами сегодня читаем Библию. Мы видим, есть Евангелие, есть деяния, послания, откровения и так далее. Да, есть. Но в то время у них не было Новый Завет. Он еще не был написан. У них что было? У них были Пятикнижья и пророки. Вот что у них было? Пятикнижья и пророки. И чему они учили тогда? Они учили людям, что все, что есть в Пятикнижье, все, о чем говорили пророки, это все олицетворилось в лице Иисуса Христа. Все пророчества, которые были раньше, говорилось о нем. Теперь он пришел, чтобы их исполнить. Поэтому их учение, суд учения было в том, что Иисус Христос, он есть Мессия, он пришел, он жил, он умер, но он также воскрес из мертвых. Именно в нем спасение. И написано, что нету в ком ином спасении. Именно в его имени. Мы с вами читали, написано, что они крестились. Около трех тысяч. Послушайте, для нас с вами люди, которые, так скажем, язычники по плоти. Язычники, мы с вами. Ну, если взять Израиль и язычники. Есть Израиль, есть язычники. В глазах Бога есть только три категории. Есть Израиль, есть язычники, есть церковь. Все. И в язычниках там все. Поэтому, когда речь идет о крещении, для евреев этот шаг, он очень серьезный. Потому что евреи, надо было, чтобы они крестились теперь во имя Иисуса Христа. Для них это фактически означало отвергнуть то, в чем они были научены. Это было отвергнуть того учения, которое они были наставлены с детства. И они приняли крещение, не крещение Моисеева, крещение во имя Иисуса Христа. Другими словами, теперь они стали учениками Иисуса Христа. И они начали учиться у апостолов. Давайте мы с вами посмотрим Деяния апостолов, 9 главу. Деяния 9. Я читаю 31-32 стих. Церкви же по всей идее Галилея и Самары были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утечении от Святого Духа. 39-32 Деяния апостолов. И при утечении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр обходя всех пришел к святым живущим в Лиде. Смотрите, церкви написано здесь уже по всей Иудее Галилея и Самары были в покое. Мы уже видим, что церкви уже были и там, и там, и там. То есть церкви уже родились и начали умножаться. Но откуда эти люди все взялись? Это люди, которые покаялись, когда они скажем, проповедовали Евангелие. Иисус говорит ученикам своими. Идите проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать? Кто будет веровать? Поэтому кто поверил, тот принимал Иисуса и становился учеником. Я повторил, что ученик это тот, который учится, у которого есть готовность учиться, который допускает, что возможно он что-то не знает. Поэтому ему нужно что-то. Поэтому он и ученик. Амин. В Деянии апостолов возвращаемся в 2 главе. Мы будем сейчас смотреть 2 глава. Стих 36. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Итак, цель всегда доказать, что Иисус Он и есть Бог. Я повторяю, что эти люди уже были набожные люди. Они знали Бога. Поэтому иногда люди говорят, почему мы не видим, что апостоли говорили о десятине? Или о том, я говорю апостолам, этим евреям не нужно было, они и так знали об этом. То есть им не это нужно было. Они же в храм пришли, они уже принесли, мы читали с вами в Терзаконе 16-16. Они уже жертвы брали собой, то есть для них это были первые очередные вопросы. Для апостолов важно было поменять их мышление. То, что хорошего, они держались, но то, что было неправильно, апостоли исправлялись, что теперь вам нужно веровать в Иисуса Христа. Именно Он и Спасителя. Им здесь не говорили об людей, потому что они об этом и так знали. Им не говорили о воровстве, они об этом и так знали. Но апостоли сосредоточились на самое важное доказательство, именно доказать, что Иисус Он и есть Господь. Поэтому написано, что ученики они постоянно пребывали в учении. Что такое пребывать? Это находиться в одном месте. Ученики они собирались вместе для того, чтобы знать об Иисусе. Они получали фактически устное учение, они получали те сведения, которые ученики говорили им устно. Потому что не было написано о жизни Иисуса Христа, ничего не было. Ученики передавали им как очевидцы, что смотрите, вот мы так жили, смотрите, что он говорил, вот он учил так, он учил, и эти апостоли так учили, и ученики здесь, они говорили, да, мы принимаем. Потому что они хотели возрастать, и есть вопрос постоянства. Нам нужно постоянно пребывать в учении, именно в учении апостолов. Амин. Почему учение апостолов? Потому что Библия говорит нам, мы с вами можем посмотреть, Библия говорит нам, что когда апостоли они ходили со Христом при его жизни, Иисус учил их, то есть передавал им то, что он имел. В наши дни ученик это что-то другое, уравимов это другое понятие, потому что уравимов ученик фактически у тебя ты оставил свой дом, ты жил его ты жил жизни твоего учителя, ты ходил с ним везде, ты знал все о нем, ты изучал его, ты учился у него, как написано такое выражение, учился у ног, как у Павла написано, что он учился у ног Гамалея, ты учился у ног, ты черпаешь и в еврейском языке такое понятие, как учить, это как если как птицы кормят своих детей, то есть из то, что они кушают, они прямо передают, то есть из клюв прямо такой передачи, вот и есть ученичество, этот процесс, не на таре, кто он берет отсюда, прямо вот его, вот и есть учение, то есть они брали именно со слов Христа все, и им нужно было теперь это передавать другим людям, им нужно было теперь то, что они получили передавать другим людям, в Эфесянам 2 главе стих 19 написано начинается 19 стиха написано такие слова, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждены святым и свои богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устроитесь в жилище Божьим Духом. Итак, вы утверждены на основании апостолов и пророков. Апостоли говорили на основании чего? Учение того, что пророки говорили, то, что апостоли говорили, но что бы те не говорили, и пророки, и апостоли, краеугольный камень, на котором это учение было, это был Иисус Христос. Если там Иисус Христос не был в этом учении, это не было правильно. Что такое краеугольный камень? Это как бы такое понятие, это камень фундамента, на котором строится здание. Первый камень, который дает направление строительства. Когда строили дома в давности, был камень от этого камня, поэтому ушло здание. Поэтому в наши дни есть такое понятие, что поражили первый камень. Его сейчас ставят везде, где угодно Этот первый камень А в то время, именно от этого камня уже шло здание То есть это был первый камень И уже здание шло Именно Иисус, Он и есть Краеугольным камнем На котором Мы все с вами Возрастаем Поэтому, если кто-то приносит какое-то учение В котором Не ярко, не ясно выражено Божество Иисуса Христа Того отвергайте Если кто-то приносит учение В котором Иисус Христос Не ярко выражен Нету ясности, нету четкости Что именно Иисус Он Бог Который пришел на эту землю Который умер, который воскрес Который умирал на кресте, как агнец Божий Если этого нету, отвергайтесь И остерегайтесь Потому что Краеугольный камень Именно Иисус Христос И эти люди, они Возрастали И как я говорил уже Диана 4.12 Что нету Другого имени Под небом Нету под небом Другого имени А над небом Там отец Амин 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 Все, что под небом Нету другого имени Только одно имя Иисус Христос Поэтому очень важно Для нас Чтобы мы понимали Это, что нам нужно Именно обращать Много внимания На учение В церкви Ты и я Мы должны обращать Много внимания На учение Почему важно Потому что Когда Ты Подкован Если так можно Если позволить так сказать Если У тебя есть учение У тебя есть Основание Учение Строит основание Проповедь Это то, что Как бы Как витамины Которые получаем Время от времени Разные витамины Так и так Но ты живешь Тебе нужно Именно основание Для твоей жизни Проповедь Проповедями Не строят Христианская жизнь Христианская жизнь Строится на учении Почему? Потому что Учение Меняет Твой способ Мышления Учение Оно меняет Твое мировоззрение Учение Меняет Мое мировоззрение Мое понимание Вещей Но не проповедями Проповедей Это так Витамины Причем Бог Аллилуйя Аллилуйя Покричали Аллилуйя Да Это то, что Нам взбодрят Но Мы Будем Становимся Что услышали И так далее Но твоя жизнь То, что ты живешь Ежедневно Это учение И ты и я Нам нужно Уделять Времени Чтобы Учиться Смотрите Второй Иоанн Первую главу Второй Посланной Иоанна Второй Иоанн Первая глава Восьмой стих Наблюдайте за собой Чтобы нам Не потерять Того Над чем Мы трудились Но чтобы получить Полную награду Всякий Преступающий Учение Христова И Не пребывающий В нем Не имеет Бога Вот радикализм Того Времени В наши Дни Кому Так скажешь Он скажет Ты еще Бог У меня Бога Или есть Или нет Вот они Очень четко Просто говорили То есть Если Ты не пребываешь В учении Христова Наблюдать за собой Чтобы нам Не потерять Того Над чем Мы трудились Но чтобы Получить Полную награду Всякий Преступающий Учение Христова То есть Кто идет В разрез Учения Христова В разрез Того Что учил Иисус И Не пребывающий В нем То есть Кто Не пребывает В этом учении Мы с вами читали Деяне Апостола Второй главе Что Ученики Они пребывали В учении То есть Здесь Кто Не пребывает В учении Христовом Ясно Здесь Написано Он Не имеет Бога А пребывающий В учении Христовом Имеет И Отца И Сына Амин Настолько Ясно Настолько Радикально И еще Десятый стих Я скажу Эти люди Десятый стих Это вообще Это улет Кто Приходит К вам И не Приносит Этого Учения Того Не принимайте В дом И не Привесывайте Его Вот Радикализм Потому Что Они Понимали Мы Думаем Что в то Время Было Только Одно Учение Нет Было Потом Много Учений Которые Поднимались Параллельно Было Учение Христова Было Так Учение Арианства Откуда Пошли Святые Его Иоанн Послание Иоанна Учение Против Арианства Он доказал Что Иисус Бог Были Другие Учения Которые Поднимались Параллельно И Чтобы Не Были Примеси В Учение Христова Им Пришлось Принимать Радикальные Меры Были Очень Радикальные Меры Были Там Приняты Кто Приходит К вам Если Он Это Учение Все Даже Не Пустите К себе Домой Даже Не Поздороваться С ним Скажите А где Наша Любовь Я читаю Как Написано Я Читаю Вот Как Оно Написано Потому Что Люди Понимали Что Вера Отслышана Если Другой Учение К тебе Приходит Если Ты Не будешь Сильно Подкован Ты Сможешь Сам Уйти В Это Учение Поэтому Тебе Нужно Самому Быть Сильным Я Помню В Луганске Что Вообще Житие Приходили Я только Покаялся Какое-то Время Приходили Свидетели Ягова Вообще Житие Мы Хотим Пообщаться С вами Один Раз Я Затем Ошибку Пусти Их И мы Начали Говорить Но Я Будем Молодой Помните Я Будем Молодой То есть Я Многого Не Понял Что Знал Но Не Настолько Чтобы Прямо Китай Споры Но Мне Спаслось Как-то Как-то Случайно Как-то Так Получилось Я Не знаю Почему Их Было Двое Потом Я Начал Задавать Вопрос Одному Из Них А Я Потом Понял Что Он Тоже Был Новый В Этому Он Тоже Не Знал То есть Как-бы Был Старший И Новый А Этот Новый Он Тоже Пытался Объяснить Что-то И Объясняя Он Как-то Ошибки Делал И Тот И Справили Его При Мне И Вот Именно В этом Потом Тот Сразу Хорошо Мы Примем Другой Раз То есть Как-то Он Почувствовал Что Тот Начинает Как-бы Все Позже Извините Мы Примем К Другой Раз И После Этого Я Сказал Моему Пастору Я В другом Городе Добыл Я Поехал И Расскаж Там Комни Прикадир Святые Его И Он Говорит Приск Тебе С ними Сейчас Общаться Не Надо Будет Время Ты будешь Общаться Сейчас Тебе Не Надо Я Просто Я С ним Просто Не Общаться Я Теперь Ну Еще Давно Понял Что Слава Богу Что В Это Время Как-то Мне Уберегли От Этого Я Не Знаю Где Где Я Оказался Сейчас В Своей Вере Поэтому Им Пришлось Становиться Очень Радикально Потому Что Были Там Учения Николаитов Были Там Учения Арианства Арианства Было Очень Сильное Учение Ариан Это От Которого Начали Святые Иеговы Со временем Это Их Отец Так Скажем Фактически Человек Который Отвергал Божество С Христа С того Времени И Можете Пойти И Искать Ариан Арианство Это Откуда Святые Иеговы Пошли И Иоанн Апостол Иоанн Он Потом Писал Специально Это Было Против Этого Учения Поэтому Мы Должны Будут Очень Вниматель Смотрите Второй Тимофей Первую Главу 13 Сик Это Павел Пишет Тимофею Держись Образа Здравого Учения Которое Ты Слышал От Меня С Верою И Любовью Во Христе Иисусе Когда Мы Читаем Послание Чтобы Нам Лучше Их Понимать Я вам Дам Маленький Совет Послание Фактически Это Были Те Проблемы Которые Возникали В церквях И Павел Писал Им Отвечая Как бы Разъясняя Или же Отвечая На конкретные Проблемы Которые Были В церквях Каждое Послание Это Были Конкретные Ситуации В которой Эта Церковь Жила И Павел Отправил Это Послание Чтобы Давать Ответ На Их Вопросы В одном Там Написано Что То Что Вы Писали Мне То Я Думал Что Лучше Там Некраса Женщина И так Далее Они Писали Ему Вот Такой Вопрос Вот Такой Вот Такой Теперь Когда Он Брал Время Он Писал Этой Церкви Если Есть Такие Такие Люди Так С ними Поступают Такой Такой Брат Так Поступают Здесь Люди Так Поступают Он Давал Им Наставление Он 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 Давал Им Как Называется То Как Нужно Делать И Он Пишет Тимофею Он Говорит Держись Держись Здравым Учением Поэтому И ты И я Мы Должны Быть Люди Здравыми Христианство Не Исключает Здравость Есть Здравое Учение Всегда С Верою И Любовью Во Христе Иисусе Он Принял Верное Учение От Павла И в Другом Если Написано Чтобы Он Был Способен Передавать Это Учение Другим Людям Которые Будут Способны И Других Научить Поэтому Христианство Возрастало Именно От Ученичества Не Просто Как В Наши Дни Собрание Пять тысяч Покаялись Все Стали Христианами Это Нет Это Покаяние Это Одно Теперь От Покаяния К Ученичеству Это Другое Настолько Эти Люди Которые Каются Становятся Учениками Вот Главный Вопрос Есть Люди Которые Восемь Покаялись Там Крусель Он Пошел Туда Покаялся Ему Дали Библию Приезжает Йонгичо Пошел На Собрание Дали Библию Покаялся Приезжает Там Я не знаю Кто Еще Есть Такие Люди Я Встречал Я Уже Пять Раз Покаялся Ты Понимаешь Что Человек Он Не Понимает Что Он Делает Ему Ему Просто Библия Нужна Побольше И Он И Не Читает Складывает Дома Зато Пять Раз Покаялся Уже Поэтому Есть Здравое Учение Амин Второй Тимофей Четвертую Главу Стик Третий Написано Здесь Я Читаю Второй Третий Стих Это Опять Павел Говорит Тимофею Проповедую Слово Настой Вовремя И Невовремя Обличай Запрещай Увешивай Со Всяким Долготерпением И Назиданием Почему Павел Тимофей Ответ Ниже Либо Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не будут Но По своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Которые Которые Стили Слух В то Время Учителя Которые Которые Ходили По Домам Потом Павел Пишет Они Приходили К домам Ко Вдовам И так Дали Брали Деньги За Учения Это Учения Проповедник Представляй Обличай Почему И он Говорит Ниже Но Когда Ты Обличаешь Ты Поступаешь Не Как Тот Который Листит Слух Ты Рискуешь Конечно Человек Может Уйти Поэтому Он Говорит Ты Обличай В Назидании Понимаете О чем Речь идет То есть Ты Обличаешь Показывай Назидание Слово Назидат Это термин Который Используется В строительстве Это Строит Назидат Это Строит Ажегов Говорит Об этом Объясняет Назидат Это Строит Как Строительство Поэтому Обличай Назидание Обличай Показывай Что Это Для твоего Пользы Это Тебе Нужно То что я делаю Сейчас Это Полезно Тебе Для твоей Жизни Вот Обличать Назидание И Здесь И Вот Ибо Будет Время Когда Зароучение Принимать Не будут Но По своим Прихотям Заметьте По своим Прихотям Вот Вот Секрет То есть Есть Прихоти У человека Есть Прихоти У нас Или У меня И я Себя Избираю Исходя Из этого Какое-то Время Очень Такой Очень Популярный В Украине Проповедник Такой Джон Бивир Или Бивир По-разному Там Вот Но Он Очень Проповедник О святости Не Всегда Люди Хотели Его Слушать Он Может О чем Угод То есть Знаете Есть Проповедники Любой человек Любой Проповедник Если вы Его Внимательно Слушаете Вы знаете Какое сердцевое Его проповеди Как вы Через время Вы понимаете Он может вам Говорит О деньгах Закончится Святостью Он может вам Говорит о семье Закончится Святостью Он вам Скажет О чем О детях Закончится Святостью Очень Как вы Как Серж Его Учение Конечно Его Многие Не любили Обычно Бизнесмены Кого они Кажут Слушать Кто Просветание Говорит Хотя Им Нужно О святости Боже Слушать Чтобы Не Был Прилеплен К этим Материалом Вещам Они Хотят Больше Просветания Слышат Как Больше Они Чтобы Как Беречь То Что Бог Не Дал Как Боже Как Мне Удержать То Что Я Научи Меня Святостью Чтобы Удержать То Что Я И Расти Нет Господь Научи Как Мне Еще Больше Получить А Удержать Нет Какая Разница Нет Поэтому Люди По Своим Прихотям Избирают Себ Учителей Которые Льстили Слух Четвертый Стих И От Истины Отвратят Слух И Обратятся К Басням Почему Это Басня Потому Что Это Точно Соответственно Истин Поэтому Дорогая Церковь Тебе И мне Нужно Примивать В учении Нужно Примивать В писании Амин Амин Первый Симофей 4.16 Учение Это То Что Тебе Поможет Вникай В себя И В учении Написано Занимайся Этим Постоянно Написано Там Вначале Что Ученики Они Постоянно Примивали В учении Здесь Занимайся Учением Постоянно Постоянно Примив В учении Дальше Ибо Занимайся Секрет Жизна Какую Уча И при этом Пропустим Спасение Мы Просто Своё Время Теряли Поэтому Насколько Важно Вникай В учение И В Себя Вот Почему И В Себя И В Учение Потому Что Можно Вникать В Учение И Ты Вникаешь И В Себя И В Учение Почему Потому Что Учение Показывает Тебе Как Должно Делать Ты В Себя Вникаешь Ты В В Учение 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 Учит Тебя Как Правильно Поступать И Сказать Что Ты Увидел У Себя Как Мы Решение Тебя В Учение В В В В Себя И И В Учение И В Себя И В Учение В В В Себе Смотрит О Я Еще Краду Я Еще Ворую Ой Как Будет Господи Я Не Знаю Это Грек Не Грек Боже Как Будет Я Там Бью Жену Боже Как Будет Как Это Грек Не Грек Дух Покажи Мне Дух Покажи Мне Зайди Зай В Учение Вот Все Этим Ты Спасай Себя Вот О Чем Библия Учит Поэтому Если Ты Кому То Говоришь Что То Если Ты Проповедуешь Конечно Я Не Говорю О Совершенстве Потому Что Библия Это Слово Божие Конечно Мы Все Должны Проповеду Библию Потому Она Истина Но Мы Сами Должны Стремиться К Тому Уровне То Что Мы Говорим Вот О Чем Суд Здесь Тимофей Говорит Для Нашего Спасения Другие Спасутся А Ты Как А Смысл Весь Мир Ты Перебрел Весь Мир Написано А Какой Пользу Человек Если Он Весь Мир Перебрел А Душу Свою Смысл Смысл Не Будет То Что Мы Читали Раньше Что Нам Нужно Трудиться Чтобы получить Полную Награду Есть Награда От Твоего Труда В Господе Есть Награда От Твоего Труда В Господе Твой Труд Не Напрасен Но Есть Маленькая Награда Есть Чуть Больше Есть Полная Награда Чтобы Полную Награду Именно Полную Награду Нужно Оставаться В Учении Христов Чтобы не потерять то, над чем трудились О чем это говорит? Значит, ты трудился Но потом ты трудился, трудился, трудился Потом ты отходишь от учения Христова Павел говорит, нет Трудись до конца, чтобы получить все А то, представляете, ты только трудился, но половина потом скажешь Все, устал, больше не хочу Она глядит Трудись до конца, чтобы получить полную награду Я повторяю, что я стараюсь учить очень сбалансированный Не радикально, но чтобы мы понимали Писание Чтобы мы понимали, что христианская жизнь Это не просто так, пришли, ушли и так далее Чтобы мы понимали, что это стиль жизни Спасение связано с учением Спасение связано с учением Ты должен наказать время для учения И я должен наказать время для учения Мы с тобой должны наказать время Чтобы пребывать в слове Пребывать в учении Христово В учении апостола, в учении Христово Учение нужно тебе И последний стих Я сейчас читаю Первое петро Первое петро Два-два С первого стиха читаю Вторую главу с первого стиха Итак Отложивши всякую злобу И всякое коварство И лицемерие И зависть И всякое злословие Как Новорожденные младенцы Возлюбите чистое словесное молоко Дабы от него Возрасти вам во спасение Опять Возрастать во спасение Значит Спасение, которое мы получаем Да Мы получаем спасение Но спасение нужно Сохранить Нужно тебе Возрастать в этом спасении И сохранить его Ты не можешь Просто сказать, что Я спасен Я немножко знаю Это мне хватит Нет Ты должен постоянно Возрастать Даже в обществе Где мы живем Может не в Совдепе Но здесь В этой обществе Где мы живем Мы знаем об этом На предприятии Каждые полгода Там какой-то там То тренинг То Почему? Постоян напрягает Почему? Ну чтобы ты не Осидел на месте Чтобы постоянно Ты обновлял Твои файлы Чтобы ты обновлял Свои знания Чтобы ты всегда Был как бы в курсе С того, что происходит Поэтому нам тоже нужно Возрастать Во спасении Опять И скорее всего Этого Значит спасение Можно потерять Но учение Здравое учение Поможет тебе Сохранить свое спасение Поможет тебе Утвердиться Поможет тебе Не только саму себе Спаси Но и твою семью И твоих детей И твоих друзей Потому что И ты И учение Станется Одним Ученики Христова Они Пребывали В учении Христова Поэтому Они И являются Христианами Повторяю Эти ученики Они Пребывали В учении Христов Поэтому Они Стали Христианами То есть Они Начали Отображать Это Учение В котором Они Пребывали Поэтому И Звали Христиане Потому что Они Начали Жить Поступать Говорить Как Их Учитель И люди Они Не сами Говорили Что Мы Христиане Это Глос Цена Тебе Не надо Это Говорить Люди Должны Говорить Что Ты Христианин Ведя Твою Жизнь И Люди Уже Замечая Как Они Живут Говорили Тоша Они Живут Как Их Учит Они Живут Они Похожи На Христа На Иисуса На Христа Какого Иисуса Христос Они Похожи Вот Оттуда Пошло Слово Христиане Похожи На Христа Потому Что Их Жизнь Была Показали Учение Их Учителя Они Показали Жизнь Учителя Видя Их Они Видели А Те Самые Поварки Как Учителя Ну Такое слово Поварки В кавычках Беру Те Самые Поступки Такой Формы Мышлен И так Далее Вот Учителя Поэтому Они Христиане Очень Многие Люди Хотят О себе Говорить Я Христианин Смотрите На Меня Послушайте Большое Откновение Кажем Из Нас Моисей Нагаре Помните Об этом Он Говорит С Богом Амин Моисей Нагаре Он Говорит С Богом Все Хорошо Там Были Гром Молнии Все Хорошо И Моисей Спускается Моисей Спускается Он Приходит К народу Моисей Не Кричит Смотрите Мое Лицо Сияет Смотрите Мое Лицо Сияет Нет Он Просто Приходит К людям И Люди замечают, что у него лицо сияет. И понимаете, о чем речь идет? Это люди Моисей, к нам не иди. Мои братья-то не. Какие мы братья твои? Ты хочешь нас убить? Не надо к нам. Потому что его лицо так сияло, что им пришлось сделать какое-то специальное штуку. Знаете, мы христиане, очень часто говорят, я такой христианин, я такой-такой. Извини, пусть я замечу, что ты такой. Вот о чем христианство говорит. Вот христианство. А чем мы от мира отличаемся? Они так себя сами рекламируют. Вот мир. А нам так не надо. Нам же люди замечали, что жизнь такая измененная. Семья такая. Были такие раньше, сейчас такие вообще. Слава Богу. Вот то, что люди должны заметить. Что они так любят? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Что вы не любите? Зачем нам это говорить? Они говорят, что убедите вас! Мы просто видим. Мир, который вы купили, они говорят, что вы купили. Но христианство, это мы хотим заметить. Мы хотим увидеть это. Маисей спустил себя, лицо сияет. И люди говорили, что Маисей, ты сияешь. Если это был я, я бы купил громкоговоритель. Прямо сверху как-то спускался. Смотрите, как мое лицо сияет! Смотрите! О, мое лицо! Не надо. Не надо так. И Моисей просто приходил. О, мои братья, они все. Мы сейчас тебе расскажем. Только стой к нам, не иди больше. Чем он к ним приближался, тем им тяжело. Они, написано, что они не могли смотреть. Настолько лицо, они не могли смотреть на него. Мои братья! Стоп, Моисей! Только не иди к нам. У тебя что-то другое. Амин. Пусть люди о тебе что-то скажут. Вот есть христианство. Вникай в себя. И в учение. Поступая так, ты спасешь себя. И ты спасешь тех, которые тебя слушают. Давайте встанем. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим, мы славим Твое имя. Мы превозносим Тебя, Господи Божий. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Спаситель. Спасибо, Господь, за Твое слово. Спасибо, Боже, за возможность быть в Доме Твоем. Спасибо за возможность, Боже, слышать Твое слово. Боже, веди нас. Научи нас, Господь. Научи нас, Боже. Научи нас пребывать в учении. Научи каждому из нас, Боже, уделять это время, чтобы пребывать в учении. Когда, Боже, мы не будем себя избирать, Боже. Те, которые не сыграли нам слух. Но, Господь Бог, мы хотим оставлять это. Мы хотим пребывать в учении Христовом. Мы хотим, Боже, быть учениками Твоими. Научи нас. Друг Святой, мы нуждаемся в Тебе. Научи нас вникать в себя, Господь. Вникать в себя и потом применять учение Христовом по отношению к нашей жизни. Чтобы были перемены. Славим Твое имя. Преклоняемся перед Тобою. И воздаем Тебе славу и честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. К Тебе, Бог, склоняюсь сердцем. Все в огне Твое. Славим Твое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok